Так, здарова, ребят! С вами снова диванный эксперт Дмитрий Панов. И я вам расскажу сегодня, как делать вот такие кадры предметно-съемки. В канале уже было такое видео, как это снято. Но отличие этого видео от предыдущего в том, что это была конкретно коммерческая съемка, та, которая на канале уже есть. А сегодняшняя съемка – это чисто творческий процесс. Там у меня была какие-то корейская косметика, бутыльки, то есть все, что несъедобное. Какие-то крема, бутыльки, косметика. А сегодня я экспериментирую с фуд-съемкой. И, на мой взгляд, с ней гораздо сложнее делать какие-то интересные, красивые, сочные, а главное вкусные кадры. Сегодня у меня будет там пирожное, шампанское, макарунцы куда же без них и синабон. Сразу же предупреждаю, что я не специалист по предметно-съемке. Это моя не основная квалификация. Я не занимаюсь предметно-съемкой, я чисто иногда угораю по этому. И я не знаю, как ставить свет, как выставить правильные источники, расставить на предметную съемку, чтобы красиво выглядело. Поэтому мое мнение не экспертное и не стоит воспринимать его как истину. Возможно, кто-то из вас сейчас посмотрит видео и в комментах укажет на мои ошибки, я научусь чему-то новому. Поэтому сегодня буду рассказывать, как я в домашних условиях, вот конкретно в этой комнате. Видео будет долгим, потому что в конце я покажу, как смонтирован этот ролик, покажу тайм-линию и разберу основные моменты. Прежде чем рассказывать вообще об этом ролике, обязательно посмотри его в Инстаграме, потому что я не могу здесь разбирать его со звуком. Трек я здесь использовал. Очень популярный исполнитель Too Fit, песня называется Go Fuck Yourself. И если я его сейчас использую, мне мгновенно прилетит от него страйк, поэтому использовать я его не буду. Очень круто наснимать продуктовый фуд-съемки. Так, в начале года поступил заказ на предметную съемку продукта. Нужно было смонтировать полученные кадры с кадрами человека. Режиссер прислал треклинг, в котором все подробно изложено. Им необходимо было три видео, 6, 15 и 30 секунд. Это стандартный рекламный хронометраж, который используется в телевидении и в Инстаграме. Впервые я, конечно же, согласился, но после того, как мне прислали фотографию продукта, я сходил в магазин, посмотрел на него. Я, честно, засомневался, что у меня получится сделать аппетитные вкусные кадры и решил попробовать сделать тестовые кадры и показать их заказчику. Режиссер прислал треклинг, в котором все очень понятно показано, там показаны референсы. Но дело в том, что тот продукт, который мне нужно было снять, а конкретно это тирамису, какие-то десерты, они были в пластиковых таких стрёмных коробках. И заказчик, естественно, отказывался их оттуда вытаскивать. Ну, в общем, я взял предварительно паузу на этот заказ и сказал, что я сейчас потренируюсь. Открывал себя дома, не в студии, поделал такие кадры и потом решил, смогу ли я такое сделать. Забыгая вперед, скажу, что я отказался от этого заказа, решил поберечь свои нервы. Причем режиссер объяснял все достаточно понятно, интересно. Режиссер не местный, он работает с заказчиком дистанционно. А вот, зная местного этого большого заказчика нашего, Камчатского, я решил отказаться, потому что знаю, что там заказ будет принимать целый совет директоров. У них, естественно, у всех в головах какие-то голливудская киношная картинка, а бюджет меньше, чем детский утренник. Поэтому, короче, я решил отказаться и сделать вот такие тестовые кадры. Godox SL150, особенность в том, что здесь один большой диод, очень мощный, 150 ватт и регулируется его мощность при помощи диммера, при помощи пульта, либо здесь сзади у него диммер. Здесь стандартный bayonet Bowers или как он там называется, правильно, не помню, на который подходят вот стандартные вот такие вещи. Итак, что касается съемки в голове, у себя я представлял максимально простой шот, вращающийся на вот такой платформе. Сейчас об этом буду рассказывать подробнее. В максимально светлых тонах, потому что это пирожное. Короче, должно было быть два шота, максимально светлые или максимально темные, потому что человек, который танцует там в дополнительном шоте, он был снят на черном фоне. Софтбокс, на самом деле, когда я покупал себе софтбокс, я не понимал, какой мне нужен и брал из разряда, типа, чем больше, тем лучше. На самом деле, когда я взял вот этот, этот, по-моему, метр двадцать, самый большой, какой есть, я пожалел, что я взял такой огромный, ну, либо нужно иметь, короче, несколько. Так его простенько накидываем, раз, и он держится. Включаем свет. Короче, максимально высветленный должен быть фон, без единой там тени. И, по сути, у меня был только один источник света. Второй источник света – это маленькая RGB-панелька Apache, а основной – это кодекс SL-150V. Первым на очереди у меня были кексы из Синабона. В отличие от местных десертов, которые мне нужно было снимать, у Синабона довольно приятная упаковка. Вот эта вот бирюзовая коробка. У нее приятный цвет, приятная текстура и вообще ее в целом приятно снимать. Для предметной съемки нам обязательно понадобится надежный штатив. На самом деле, это может быть не обязательно надежный штатив, а любой другой ненадежный. В моем случае это стандартные ноги, недорогие. Но я бы, если ты оператор, не рекомендовал покупать такие ноги, потому что это все-таки штатив для фотографа. Очень крутая видеоголова, она очень плавная, жидкостная. И у нее регулируется жесткость по горизонтали. Можно делать там очень быстрые какие-то переходы, можно делать плавные. Это прям крутая голова. Для белого фона я использовал ватман. Хватило одного куска, чтобы сделать такую небольшую циклораму. Это ватман формата А1. Второй кусок у меня остался про запас или чтобы что-то из него вырезать. Проблема в том, что мне хотелось, чтобы предмет вращался на платформе. А платформа она вот такого маленького размера, такая маленькая и к тому же она черная. И мне нужно было каким-то образом сделать ее белой. В общем, я сперва хотел вырезать просто по ее форме такой белого цвета круг из картона и ватмана приклеить. Видите, будут вращаться. Но мне не нравилось, что у нее были видно края картона. Поэтому если так решишь делать, так делать не надо. В итоге я взял просто белый квадрат из ватмана максимально большой. Ну, больше, чем вот этот весь. С этим кругляшком это все фигня выходит, потому что слишком маленькая площадь. Я просто решил вырезать большой квадрат, положить его таким образом. Видишь, как он получается просто как будто в пустоте крутится. Ну, потому что края вот этого квадрата выходят за рамки кадра. Из камеры у меня была Sony. И к ней вполне стандартный объектив 24-105. Его прикупил недавно. Очень хороший объектив. Классные фокусные расстояния. Кто меня смотрит давно, я раньше снимал на Panasonic. Сейчас плавно перехожу на Sony. Но GH5 я продавать пока не собираюсь. На него мне тоже очень нравится снимать. Очень приятная картинка. Просто продал практически все объективы. Остался тут один и тушка. Вот, 24-105. Впервые работаю с таким объективом. F4 постоянная диафрагма. Очень хороший резкий объектив. Собственно, все кадры сняты на него. В кадре у нас были, как я уже сказал, это пирожные синабона. Черное и белого цвета. Потом я их все-таки извлек из коробки. Но, как мне кажется, такие пирожные, они очень не симпатичные. И поэтому приятнее всего их, конечно же, было снимать в коробке. Вот это стандартные шоты, которые получились прямо из камеры. Это вот такой цвет. И здесь есть некоторые проблемы с фокусом. Потому что я еще не привык к автофокусу. И, по сути, я половину на самом деле снимал, крутил руками. Потому что на панасонике я все крутил всегда руками. Это вот такое количество кадров, которые у меня получилось за час буквально съемки. Мне нужно было сделать несколько обычных кадров, которые будут просто вращаться на столе. Который будет хорошо вызвучен. Такой кадр получить максимально легко. Также в кадре у меня были макарушки, макаронцы. Как по мне, они выглядят круче всех. Потому что они разноцветные. И у них такая приятная поверхность, которая не бликует, не отражает свет. Дальше я начал экспериментировать здесь на темном фоне. Искал у себя какой-то бокал. И в него наложил макаронцев. По-моему, выглядит неплохо. Кстати говоря, вот этот кадр получен при помощи этого маленького светильника. Это просто вот такая вот панелька. Стоит очень недорого. И ей можно добиться, по сути, вот такого результата. Сверху я просто ей подсвечиваю. То есть я свет максимально от него, от фона отдаляю. Ну, высвечиваю не фон, а высвечиваю объект. То есть немного меняя угол. Дальше мне хотелось попробовать все в таком максимально темном ключе. То есть здесь нужно поджать диафрагму. И немного приподнять источник света. Вот это можно заметить по вот этому блику. Вот этому блику. И тому, как провалился в темноте основной фон. И делая вот такой градиент. Дальше, конечно же, дым-машина. Куда же без нее. Хотелось все сделать максимально киношно. Но мне не нравится, что моя дым-машина. Возможно, это от характера жидкости, которая в нее залита. И она делает слишком вот такой густой дым. В отличие от хейзеров профессиональных. Хейзер, конечно же, он делает более такой рассеянный дым. Поэтому здесь мне, чтобы такой результат, который мне хотелось получить, мне нужно было дымить и дожидаться, пока он рассеется. Чтобы было подымлено буквально немного. Кстати, это никакой не S-Log, а стандартный профиль в Соньке. И я, по сути, с цветом ничего не делал. Только добавил немного насыщенности. Сейчас буду снимать последний шот. Это стоп-моушн. Самый сложный, самый продолжительный. Я никогда так не делал. И до сих пор не решил, как я сейчас буду это делать. При помощи записи видео или при помощи фотографии. Дальше куда-то без нее цветные кадры. Мне хотелось также поэкспериментировать с другим цветом. На макарунцах, мне кажется, это выглядит неплохо. Это то же самое делает этот RGB-шный источник. Просто меняем там цвет на пурпурный. И получаем вот такие шоты. По сути, все. Дальше еще попробовал наливать шампанское. Но мне не хватает фпс. Это 100 фпс. Мне кажется, в наливании жидкости должно быть фпс побольше. Как минимум, там, не знаю, тысяча, наверное. Так, перейдем, наверное, к тайм-линии. Да, я думаю, что это всем гораздо более интересно. Я скидываю исходники. Создаю сразу же несколько проектов. Вот их здесь видно. Это основной проект 30-секундный и два сториса. Один из них это просто тизер, который я обычно закидываю в инсту. Как видишь, во всем проекте, в большинстве я использую гэп. Эта серая область мне так монтировать удобнее, чем на магнитной тайм-линии. Но когда я не собираюсь, да, что-то, как я, делать манипуляции со вторым слоем, я использую магнитную тайм-линию и просто накидываю здесь виш-кадер. Сверху корректирующий слой. На этом корректирующем слое у меня накинут базовый, по-моему, лут, если не ошибаюсь. Да, базовый мой лут, который, кстати, по ссылке в описании можешь бесплатно скачать. Если вот его вот так убрать, то, по сути, он просто придает контрастно и немного такой синевы в тенях. Еще на этот adjustment layer накинут color wheels. Здесь у меня приглушено немного тени практически по всей длине. Здесь у меня использован переход. Это переход маской, но он у меня уже скачанный. Это Ultimate Transition Pack. У меня о нем уже есть видео. Ссылка тоже будет в описании или где-то здесь на экране. Просто накинул, просто потому что это два одинаковых кадра, черный и сиреневый. Мне хотелось сделать это, как будто бы один кадр переходит из предыдущего. Как видишь, здесь очень много каких-то звуковых эффектов. Вернее, здесь очень много. И обычно я их помечаю вот таким другим цветом. Делается это правой кнопкой мыши и меняю здесь роли на эффекты. А синяя дорожка у меня по умолчанию. Она синего цвета, помечена как диалог, хотя правильно ее делать зеленой музыкой. Но видишь, она сразу же переезжает вниз, поэтому мне удобнее, чтобы она была вверху. И я ее оставляю вверху. Все саунд-эффекты скачаны с Epidemic Sound. На некоторых из них, видишь, я улучшаю звук. В основном это какие-то уши. Я это делаю практически в самом конце, когда уже нанесена какая-то базовая цветокоррекция. Когда уже закончен монтаж, я добавляю звуков. И я это делаю обычно прямо от первого кадра до последнего кадра. И делаю это, по сути, по ощущениям. Монтаж несложный, он весь подбит идет. У меня подбит здесь, как видишь, маркерами выделены моменты переходов. И ровно под них я и режу трек. Вот здесь мне хотелось ускориться, но я решил этого не делать. Заканчиваю я его так же просто. Это Packshot. Здесь наложен какой-то местный эффект. Highlights. Вот такой Packshot в конце использовался. По сути, здесь по монтажу даже рассказывать нечего. Основная мысль, которую я хотел донести в этом видео, в том, что любые такие кадры, предметки можно получить у себя дома, даже в очень маленькой квартире, в которой я сейчас нахожусь, используя при этом максимально подручные какие-то инструменты. Но я еще раз повторюсь, что я не специалист. Мое мнение не экспертно. Возможно, это все видео, это сплошной косяк. И там есть пересветы какие-то, может быть, что-то там, кадры как-то неправильно сделаны. Поэтому, если какие-то есть замечания по видосу, обязательно мне скажи, чтобы я прочитал и понял, что диванный эксперт в этом не разбирается. И, короче, мне хочется, чтобы ты просто экспериментировал, пробовал, давал какие-то выходы своему творческому потенциалу. Это все можно делать дома. Причем, что особенность предметной съемки, которая мне нравится, есть в том, что ты не работаешь с людьми, тебе не нужно говорить, как себя вести в кадре или как-то поправлять. Ты просто работаешь с предметом, который тупо стоит и ждет, пока его снимут. Поэтому на сегодня все. Думаю, что тебе зашло этот видос и он оказался тебе полезным. Хороших тебе кадров, быстрого монтажа. На этом все. Пока.